Добрый день, дорогие зрители портала «Научная Россия». Сейчас мы находимся в Институте океанологии имени Шершова. И передо мной Михаил Владимирович Флинт, научный руководитель направления «Экология морей и океанов», академик Российской Академии наук. Михаил Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Настя. Расскажите, пожалуйста, для чего нам изучать океаны? Вот мы находимся в Москве, и океаны от нас довольно далеко. Для чего жителям Москвы или, может быть, жителям... Или Сибири. Или Сибири, да, знать про океаны и их проблемы. Вот есть такой замечательный музей в нашей стране, потрясающий. Это музей Мирового океана. И вот его создатель и теперешний руководитель, удивительная совершенно женщина, Светлана Геннадьевна Севкова, когда она приветствует гостей в музее Мирового океана, она говорит следующее. Вы должны понимать, что вы живете на планете, которая называется не Земля. Вы живете на планете, которая называется океан. Какое основание у нее для этого? Вот если посмотреть на карту, ну на карту скучно смотреть, можно посмотреть на снимки Земли из космоса, то мы увидим вообще, какую площадь наша планета занимает океан. А если говорить о цифрах, чуть меньше 73%. Ну это огромное природное тело, гигантское совершенно. И по своему значению для человека, и по своему влиянию на то, что сейчас происходит вообще на планете. Поэтому, конечно, оставлять это без внимания, без исследования, ну просто нельзя. Это человечество понимало вообще на самой заре своего существования, на самой заре своих, начало своих путешествий через океан. Поэтому первое измерение свойств воды и, скажем, океанских глубин, там где-то было возможно, и жизни в океане, они имеют уже более чем 200-летнюю давность, и это все связано с пониманием того, что значит океан для человека. А сейчас, когда нас становится больше, мы уже подходим к 8 миллиардам, и претензий наши на использование ресурсов и вообще всего, что нас окружает, становится больше, ну и значение океана становится огромным. И я, пожалуй, знаете, начну с того, к чему наука, может быть, не имеет самого непосредственного отношения, но что очень здорово подчеркивает значение океана для человечества. Вот объем по перевозок. Океан остается, океаны и моря остаются самой главной в мире транспортной системой. Вот меня всегда поражают цифры, знаете, мы иногда выходим на такие цифры, что я их даже вот так, не только я, наверное, так умом мы их не можем представить. Значит, 11 миллиардов тонн ежегодно грузов перевозят по мировому океану. И это все, объемы все возрастают и возрастают и возрастают. И вы, наверное, слышали, что небольшая задержка в этих коммуникациях, которая произошла в Суэцком канале, она вообще всю мировую экономику ставит в крайне затруднительное положение. Это что касается такого, знаете, может быть, наиболее видимого значения океана. И я бы, говоря об океане, разделил вот то, что мы должны знать, и то, как мы должны думать об океане, наверное, на несколько частей. Первая часть – это… я с нее начну. Она не всегда самая главная, но сейчас очень много внимания уделяется этому понятным причинам. Эта часть связана с тем, как формируется климат на нашей планете. Понять это без исследования океана невозможно, совершенно очевидно. И даже люди, которые, назовем это нынешней верой океанологии, думали об этом. В частности, один из сильнейших президентов Академии наук, Горь Иванович Марчук, который был председателем Государственного комитета по науке и технике, потом возглавлял Академию, он патронировал программу, которая называлась «Разрезы», и эта программа была направлена на исследование процессов в энергоактивных зонах океана, тех процессов, которые могут влиять на климат и погоду. Так что у этого история уже такая интенсивных исследований несколько десятилетий. Ну и сейчас совершенно очевидно, что не понимая того, что происходит в этих энергоактивных зонах, не понимая процессов обмена глобальных между океаном и атмосферой, мы не поймем того, как формируется климат и погода, как продолжение климата. Если мы не будем этого понимать, механизмов этого, то все наши претензии на прогноз, они ничего не стоят. Поэтому эта проблема чрезвычайна и очень важна. Вторая проблема, она имеет, конечно, более давнюю историю, это проблема получения из океана ресурсов. И эти ресурсы тоже можно разделить неким образом на три части. Первое, что нам больше всего знакомо, кстати, вот как человек, живущий в Сибири и в Москве, средний человек представляет себе океан? Ну, прежде всего, потому что у него лежит на столе. Потому что ресурсы, биологические океаны, они стали неотъемлемой частью нашего рациона. И мы их все знаем, знаем, как называются самые редкие рыбы, не всегда знаем, где они живут и как они добываются, но это самая неотъемлемая и очень необходимая часть наших пищевых ресурсов сейчас. не только в России, но и вообще по всему миру. Некоторые страны вообще живут на этом. И вот эта ресурсная часть очень важная, потому что мы не только должны иметь возможность получать эти ресурсы из океана, мы должны получать их так, чтобы по возможности не нарушить целостность океанских экосистем. И это не только такие общие слова. Это стало международной законодательной нормой. Когда человек тянет руку к ресурсам, его обязывают изымать эти ресурсы так, чтобы минимизировать ущерб для океанской экосистемы. Эта проблема сейчас обостряется, потому что мы по изъятию ресурсов, тоже я назову цифр такую циклопическую, мы близки к 100 миллионам тонн. Я говорю просто об изъятии. Туда все входит, и рыба, и беспозвоночная, и водоросли. И вот по этой цифре мы уже близки к пределу того, что человек может из океана изымать, потому что до настоящего времени около 95% ресурсов страны изымают в своих экономических зонах. И это понятно. Эти экономические зоны — это зоны прибрежные, а прибрежные зоны в океане за редчайшим исключением самые высокопродуктивные. И вот если на это посмотреть, то нагрузки гигантские. И, в общем, оценка такая, что чуть больше 100 миллионов тонн — это предел, который человек может себе позволить. Более того, если мы на этом пределе 100-110 миллионов тонн будем стоять, то прогноз такой, что за 40 лет мы это таким образом исчерпаем, что этот ресурс станет в 10 раз менее доступным для нас. Поэтому сейчас человечество смотрит на открытый район океана и надеется, что оттуда можно получить существенную добавку к тому, что сейчас мы получаем из океана. А весь океан находится под очень жестким регулированием международных сообществ и международных организаций. И человечество все равно правильно сделало. Была сказана очень простая фраза, за которой последовало всякие законодательные инициативы и законодательные решения. Океан — это общее достояние человечества. Это совершенно правильно. Потому что, используя любые ресурсы открытого района океана, будь то биологические, будь то минеральные, мы, безусловно, должны делать это в кооперации и опираться на общий закон. Иначе мы океан потеряем просто с точки зрения ресурсов, да и вообще с точки зрения баланса и сохранности его экосистем, которые имеют для нас значение значительно более широкое, чем донор биологических ресурсов. И вот это очень важная проблема, которая опять делится на два таких небольших направления. Первое — это надо понять, где эти ресурсы есть. И второе — надо понять, как эти ресурсы изымать в наиболее щадящем образом для мирового океана. Сейчас из таких видимых биологических ресурсов, ну, ресурс, про который все слышали, — это криль. И это ресурс потрясающий, это высококачественный белок, потому что мы уже, знаете, не думаем о вкусовых качествах, а скоро вообще перестанем думать о вкусовых качествах, потому что мы из океана получаем, нам главное — получить белок. Знаете, как это пища, еда. И покрили очень интересные прогнозы. Сейчас оценивается его биомасса примерно в 400 миллионов тонн. Тоже так вот, что такое 400 миллионов тонн? Я даже сам себе этого не могу представить. Но есть очень интересные проекции. 400 миллионов тонн — это больше, чем биомасса всех людей, живущих на Земле. Представляете, какой ресурс гигантский. А некоторые прогнозируют, некоторые оценки прогнозируют этот ресурс в миллиард тонн. Значит, даже если мы будем брать оттуда кроху, как и 10 процентов, вот давайте там, допустим, из 400 миллионов тонн мы возьмем 10 процентов, 40. Это уже почти половина того, что мы добиваем вообще в Мировом океане. Это огромнейший ресурс. Второй ресурс — это мелкие рыбы, которые часто в обиходе называются анчоусами, светящимися, которые живут на средних глубинах в океане. Там около 300, иногда 500 метров. Это гигантские совершенно, гигантские биомассы. И последние оценки вообще подняли планку до 15 миллиардов тонн. Ну, на самом деле, может, это не совсем верно, но даже если мы уменьшим ее на порядок и вернемся к тому, что было раньше, скажем, миллиард тонн, такая довольно обоснованная оценка, опять 10 процентов. 10 процентов — это столько, сколько мы сейчас берем. Это очень-очень важный ресурс. Но я хочу подчеркнуть специально, что за доступом к этому ресурсу стоит не только вот такое вот агрессивное рыболовство. Приехали, создали орудия, ловы, которые могут это прекрасно ловить, и вычерпали. Далеко не так. Помимо того, что мы должны знать, где этот ресурс лежит, мы должны знать место этого ресурса в океанских экосистемах. И это не только общая культура использования этих ресурсов человеком. Люди должны привыкать к этой общей культуре, потому что это относится не только к океану, а вообще к любому ресурсу. Так же, как люди относятся к своему здоровью, понимаете? Вот уже люди же не какие-то общие такие, я бы сказал, туалетные и медицинские какие-то вещи делают со своим организмом. Никто об этом не говорит специально. Так вот, то же самое, так же мы должны относиться к океану, к его ресурсам, к морям, к их ресурсам. Поэтому это очень и очень важная задача, и она требует серьезных, глубоких, комплексных исследований в океане. Потому что исследование, скажем, какого-то одного объекта в океане, оно и то очень трудоемко. А представьте себе, как организована океанская экосистема, в которую входит и среда, и разные объекты, не только те, которые мы промышляем, а и те объекты, которые дают интересующим нас организмам жизнь, и те организмы, которые живут на тех объектах, которые мы собираемся промышлять. Это очень важная вещь, и не зря международное сообщество стало на позиции очень жесткого контроля этого дела. Контроль вот до сих пор. Вот не делайте работ какой-то стране, говорят. Ну, извините, вы не получаете международных вод. Вот то, что произошло с Россией в Антарктиде. Россия была у основания создания организации, которая называется Антком, регулирующая все присутствие человека, всю деятельность человека в Антарктиде. Ну вот эти тяжелые такие длинные годы забвения полного, они привели к тому, что Россия из этой обоймы выпала. И, в общем, вполне справедливо. Страны, которые составляют ядро Анткома, говорят, ну как, 10, 12, 15 лет вас здесь не было, мы вас не видели, вы ничего не делаете. А все меняется, меняется климат, меняется доступ к ресурсам, меняется экосистема, и вы не имеете права. Но вот, к счастью, у России вот на этот, такой вот выназуемый вызовом, отреагировала очень правильно. И сейчас создана программа исследования экосистемы Антарктики. Мы ее делаем совместно с рыболовством. Это очень важная программа. Не только с точки зрения вообще науки. Хотя это тоже очень важно. Мы познаем тот кусок планеты, который мы до сих пор не знали достаточно. И вообще же это очень важно, понимаете, фундаментальные науки. Это принципиально важно. Мы никогда не знаем, как результаты фундаментальной науки, они потом откликнутся на наши деятельности. И чаще всего они откликаются колоссальной пользой. Такой пользой, которой мы не могли бы мечтать, если бы не было сделано науки, скажем, много десятилетий назад. То же самое с биологическими рыбами. Надо знать, какое место они занимают в экосистеме, для того, чтобы к этому ресурсу тянуть жадные промысловые руки. Это то, что касается биологических ресурсов океана. Ну, а других ресурсов, помимо вот этих вот уникальных, ну, их масса, их тьма, человек, конечно, часто концентрируется на наиболее таком, скажем, условно, вкусном ресурсе. И этот ресурс исчезает. И это большая беда. Но это уже находится чаще всего в руках того, ну, зависит от того регулирования, которое делает само государство. Двухсотмильные зоны, они исключительно в нашем ведении. И, ну, пока, я думаю, что в этом могут произойти большие изменения международные, но пока мы сами определяем, что и как мы делаем. И вот иногда это приводит к большой беде. Теряем мы ресурс, переключаемся на другой. Вот мы многие ресурсы на Дальнем Востоке потеряли, в том числе из-за нагрузки большой. А вот нам на помощь пришел Ментай в 70-е годы, который вот так вспыхнул в Беринговом море, там какие-то колоссальные запасы его сформировались. И тоже проникновение. Вот это очень интересный феномен, который показывает, насколько все в океане связано с точки зрения экологической, в настоящем смысле слова. Я хочу, знаете, вот отвлечься, Насте, сказать одну очень важную вещь для тех, кто нас слушает. Вот мы говорим слова «экосистема», «экология», и там даже у нас появляется «экология языка», и «экология, бог знает чего, волос». Но на самом деле это же давно созданная наука, и определение этой науки очень просто. Экология – это наука о взаимоотношении живой и неживой природы и элементов живой природы между собой. Казалось бы, звучит очень просто, но на самом деле это чрезвычайно сложно. Это одна из самых сложных наук, которые существуют в мире, особенно если мы будем говорить о ее приложении к таким сложным системам, как океанские. И вот человек очень сильно воздействовал на экосистему северной части Тихого океана и Берингового моря, так что были эллиминированы практически киты, многие объекты промысла традиционного тоже практически были выведены из промысла. И экосистема, а ее базовые-то звенья, они сохранили свою продуктивность. Вот она дала такую нишу для ментая, который ворвался в Беринговое море и дал колоссальную запас для промысла. Ну вот оставим биологические ресурсы и перейдем к другим. Ресурсы минеральные. И я бы среди этих минеральных ресурсов, Настя, выделил то, что для человека становится все более и более важным, необходимым, критически необходимым. Это те ресурсы, от которых зависит будущее развития электроники. И в частности, и в особенности зависит развитие тех технологий, которые нам обеспечивают хранение электроэнергии. Это проблема. Понимаете, у нас электроэнергии достаточно, проблема ее хранить. И каждая ступень в развитии аккумуляторов, она открывает принципиально новую ступень. Появились новые аккумуляторы, поехали автомобили. Появятся какие-то источники запасания энергии. У нас, может быть, многие районы просто планеты, многие районы городов сядут на электроснабжение, связанное с накоплением этой энергии из нетрадиционных источников, не связанных с сжиганием ископаемого топлива. А это вы сами знаете, насколько сейчас важно. И это прежде всего руды, которые содержат металлы, необходимые нам для этой промышленности. Это никель, это кобальт, это цинк, это и серебро в огромной степени, и прочие вот такие металлы, на которых держит вся электронная промышленность. И есть места в океанах, где этих металлов очень много. Это, прежде всего, срединноокеанические хрипты, где были открыты в свое время замечательные гидротермы, такое явление совершенно потрясающее, где поступают из недр земли в воду пересыщенные растворы воды, перегретые. И они чрезвычайно обогащены всеми этими вот металлами. И они на поверхности дна, они концентрируются в виде руд. И вот у нас есть полиметаллические сульфидные руды, у нас есть магниевые, никелевые корки, у нас есть запасы кадмия в виде этих руд. И что на самом деле важно, во-первых, давайте по кобальту. Кобальт, любую батарейку возьми, его в 25 раз больше в океане, чем на Земле. Давайте возьмем никель, опять, любую батарейку откройте, на ней написано в 4 раза, в 4,3 десятых по некоторым прогнозам. И это касается очень многих элементов. Более того, если вы берете руды в океане, то благодаря специфике своего формирования эти руды имеют в своем составе иногда на порядок больше вот этих элементов, нужных для человека, чем руды, которые сейчас лежат на Земле. Все это уже технологии изъятия этих руд, они уже, в общем, более-менее, если не создано, то более-менее понятно, как их создавать, несмотря на глубину. Уже марганцовые конкреции, они изымаются с глубин больше трех тысяч метров. Есть машины специальные, комбайны. И это, в общем, экономически оправдано, оказывается. Но опять встает очень важный вопрос о том, что мы делаем с океаном, разворачивая эту добычу. И опять мы должны понимать, что без создания фундамента понимания того, какой может быть ущерб, в каком виде он проявится, как он откликнется на других прилежащих районах, мы не только не имеем права вообще эти руды добывать, но мы не будем иметь и формального международного права. И это требует концентрации усилий фундаментальной науки на вот этих всех явлениях с точки зрения их значения для экосистемы океана, с точки зрения их уникальности и прочих вещей, которые сейчас нас интересуют как сообщество людей, населяющих Землю, и признавших, что океан — это наше общее достояние. Получается, мы должны рассматривать океаны как потребители, то есть мы можем взять из океана ресурс, который мы будем есть, минеральные ресурсы, получается только вот экономические какие-то изымательные. Совершенно верно. Нет, вот я начал с экономических, потому что вот все по Марксу. И это же касается не только океанских, а как мы наземную экосистему относимся. Ну вот есть маленькие кусочки Земли, которые заповедованы, а так мы смотрим на них с точки зрения потребителей. И, наверное, вот понимаете, это нужно понять и принять. Мы на лес смотрим как потребители, мы на землю смотрим как потребители, которые готовы там сделать сельское хозяйство, запустить туда скот. Мы на внутренние водоемы, если отнести их к земле, мы смотрим как потребители с той точки зрения, чтобы взять оттуда рыбу. И это правильно. Но потребитель должен иметь культуру потребления. И никуда от этого не денешься. Касается ли это Земли или океана. На Земле это проще, потому что все доступы науки к тому, что происходит, они на порядке более легкие, чем в океане. В океане мы, вот несмотря на все наши такие победные иногда реляции, мы далеко недостаточно знаем того, что происходит в океанских экосистемах. Даже ключевых связей не очень хорошо себе представляем. Но есть и другой аспект. И я этого аспекта тоже хотел коснуться в связи с вашим вопросом сразу. Океан – это гигантская, необыкновенная по своим свойствам рекреационная система. И это тоже нельзя забывать. Ни в коем случае. Причем это вот рекреационный потенциал океана, он огромен. И вот те, кто когда-то был на побережье океана, те, кто когда-то путешествовал на судах по океану, они это могут ощутить. Это не передашь. Понимаете, вот мой дед, один из основателей этого института, Академик Зинкевич, Леф Александрович, когда я был совсем маленький, вот он мне рассказывал про это, и он говорил, ты знаешь, это надо понять, это надо ощутить, надо очутиться на судне в океане, чтобы понять вот эту магию, которая человека отрывает от всего земного. И это очень важно, потому что ведь люди чем дальше, тем тяжелее работают. И может быть, это не в том смысле, в каком раньше работали физически, но нагрузки гигантские, колоссальные на людей. Особенно те нагрузки, которые нам предлагает всеобщий переход на цифровые технологии, компьютеры. Они ведь на самом деле все тоже достаточно просто. Они ведь создают нам условия жизни, скорости информационные и нагрузки, к которым человек эволюционно не приспособлен. В этом случае вот развитие технологии далеко и далеко обгоняет наши адаптационные возможности, возможности, которые человек имеет к тому, чтобы приспособиться. Понимаете, мы в город поднимаем, нам нужна, поднимаемся, нам нужна акклиматизация на трех, потом на четырех тысячах, и многие люди ее проходят тяжело, и она нужна, а без этого не проживешь. А здесь на нас высыпается гигантская лавина. Нагрузки огромные. Человек должен от этого дела, ну, скажем, образно отдыхать. Он должен переключаться. И вот океан и моря дают для этого совершенно фантастические возможности. Ну и плюс к этому вся вот эта рекреационная кухня, весь этот рекреационный потенциал, помимо того, что он очень важен для человека. Ну вот отвлекусь, скажу цифру потрясающую. Вы знаете, сколько людей сейчас живет в непосредственной берегности от океана, ну, в такой досуг, ну, скажем, там 20-30 миль. Некоторые оценки дают 55%. И причем эта лавина растет в мире. Люди двигаются к океану для того, чтобы быть к нему поближе. И мне кажется, что механизм, побудительная сила этого движения, она связана и с тем, что люди хотят вот получать то необыкновенное, что океан дает с точки зрения переключения от забот земных. Ну и плюс к этому нужно понимать, что реализация этого рекреационного потенциала это колоссальная экономика. Колоссальная. И это тоже нельзя списывать со счетов никак, потому что многие страны на этом живут. И дай бог, чтобы так было. Дай бог, чтобы это все было организовано. Опять я возвращаюсь к культуре потребления, к культуре взаимодействия с природными объектами. И весь этот рекреационный потенциал и человек должны реализовать себя, общаясь с океаном, так, чтобы в наименьшей степени океану повредить. И тогда океан в этом смысле будет служить нам очень и очень долго. Михаил Владимирович, а почему тогда сейчас создается впечатление, что такое безответственное отношение к океану? Например, была недавно новость о том, что на Фукусиме как-то обезвредили отходы и планируют это выбросить в океан. Потом бывают часто различные разливы нефти. Это как бы происшествие, это было не запланировано, но все равно как-то люди это допустили. Неужели люди считают, что океан все простит и можно вот так к нему относиться? Вот вы сказали очень печальную вещь. Это как во время войны было. Люди совершали чудовищные правовые нарушения и говорили, война все спешит, что на самом деле неверно. И с океаном то же самое. Человек считает, что он безграничен. Что не делает, то вообще он все переварит. И мы теперь уже видим, что это не так. И те, кто океаном занимается, уже давно видят, что это не так. Но вот мы с вами начали разговор с того, что 73% без малого. Ну и это рождается соответствующее отношение. Но вот то, что вы сказали, можно опять разделить на несколько частей для обсуждения. Первое, это сброс радиоактивных отходов. То, что делается в Покусиме, это не первое. Потому что вообще, это вы давняя история у сброса радиоактивных отходов в миру океана. Может, мы два слова о ней скажем, но я хочу сейчас ответить на ваш вопрос. Есть завод по обработке радиоактивных отходов в Великобритании, в Салафельде. Этот завод был спланирован так, чтобы сливать материалы радиоактивные в море. И у этого были даны довольно обоснованные расчеты, что сливая радиоактивные отходы в океан, мы попадаем в систему, которая их необыкновенно разбавляет. Поэтому то, что мы увидим на расстоянии, скажем, 20 миль, 50 миль, это уже следовые количества, которые вообще, ну вот даже не нужно иметь в виду, потому что есть глобальные выпадения, а глобальные выпадения часто достигают 15-20 пикерелей на килограмм субстрата, а это все соизмеримо. И вот так вот. Поэтому ведь японцы не просто так решили это делать. И нужно представить себе, насколько необыкновенно рачительно японцы относятся к морю. Нет другой нации такой, которая бы вот, а не зависит от моря. Зависит больше, чем любая другая страна, и экономически, и, знаете, я бы сказал, необыкновенно зависит ментально, и с точки зрения своей культуры, национальной. Нет равной страны. Достаточно посмотреть на эту сторону культуры в Японии, вот возьмите хотя бы, ну это уж совсем может быть, вот возьмите японскую живопись, пройдите по ней. Сколько совершенно потрясающих произведений посвящено океану и разному аспекту. Поэтому они это делают не просто так. И все там посчитано, и рассчитано, и они это делают, исходя из того, что эти сбросы, они уже безвредны, и будут разбавлены океаном. Учитывая система течений, система переносов, и всего прочего. Поэтому, вот, а с другой стороны, что делать? Я думаю, что есть такие ситуации, в которые человечество попадает, когда просто другого выхода нет. И нужно это делать, но делать это нужно обоснованно. И я должен сказать, что вот под тем материалом, который я знаю, Япония это делает достаточно обоснованно. Конечно, шум вокруг этого будет. Конечно. А вот для масс-медиа, не хочу вас обидеть, это просто сладкий кусок пирога. Японцы что-то сливают, и вот давайте по этому поводу будем кричать. И правильно. Но я вообще к этим крикам, если честно говорить, Настя, я отношусь довольно скептически, потому что, знаете, вот была такая история детская, не кричи волк, да? Когда мальчик все время кричал волк-волк, да, к нему прибегали, а потом, когда волк-то появился, уже никто не прибежал. Поэтому здесь тоже нужно, я призываю к очень большой осторожности и взвешенности всегда медийных источников, когда они какие-то события освещают. Причем, знаете, мне кажется, что вот здесь, когда решает какое-то медийное образование говорить о каком-то событии, очень важно. Ведь достаточно руку протянуть для того, чтобы получить такую, ну, достаточно взвешенную оценку этого дела. Ну, вот, пожалуйста, наша Академия наук, которая вообще полна специалистами, которые могут дать, ну, любые комментарии, очень взвешенные. Масс-медиа может их переварить, обработать. Теперь, возвращаясь к нефтяной проблеме. Ну, вот, Настя, огромная проблема. Хотя нефть – это, в общем-то, природный ресурс. В нем ничего чужеродного нет. Но она наносит колоссальный ущерб, попадая в, в общем, организм с самого разного уровня. Абсолютно. Вот, начиная от самых мелких и кончая крупным. Ну, вот, по мелким мы не очень это видим, потому что не смотрим, а крупные, они, конечно, реагируют на это очень тяжело. И человечество все больше и больше начинает добывать нефти из-под ложа океана на шельфе. И тоже от этого никуда не денешься. Потому что тоже разные оценки говорят, что 60% всех запасов лежат. Эти оценки, я так скептически к ним отношусь, потому что за ними стоит в огромной степени такая коммерческая, геополитическая основа. Тут, понимаете, это цифры для жонглирования. Но, тем не менее, к ним нужно относиться серьезно. Так же, как на арктическом шельфе. Вообще, там заявляют, что чуть ли не 40% нефти там лежит на нашем арктическом шельфе. Ну, не нефти, а углеводородного сырья. Поэтому нам не миновать добывать и транспортировать ее. А по всему миру это делается. И если это происходит, то даже в самых высокоорганизованных компаниях не миновать катастроф. Ну, их просто не миновать. Вот мы ездим на автомобиле. Ну, нам не миновать человеческих жертв. У нас в России погибает чуть ли не 30 тысяч в автомобильных катастрофах. Вот какая-то колоссальная цифра. И здесь то же самое. Но просто нам нужно знать, как с этим бороться. Нам нужно сделать максимум в области технологий, добычи нет. А это тоже наука. Потому что это не просто вот там бурильная установка, которая бурит и сосет оттуда. Это большая наука, которая показывает, откуда эта нефть берется. Какие там пласты, какие могут быть скопления газа. Где эти газы могут скапливаться. Вот и второе, конечно, мы должны представлять себе, если разлив произошел, как с ним бороться. И тоже опять, опять мы обращаемся к науке. Потому что появляется нефтяное пятно огромное. Мы должны знать, куда и как оно будет мигрировать. И для этого должна быть известна и система течения, должна быть развита система спутникового наблюдения, которая прекрасно идентифицирует нефть, некоторые ее составляющие. Должны быть у нас бактериальные культуры, которые уже есть. И эти бактериальные культуры работают с нефтью, так что они ее превращают в абсолютно безвредный для природы компонент. Можно сразу вопрос про бактерии? То есть, их нужно подсадить сначала в новое место. Они таким образом будут как инвазивные виды и они не нанесут потом вред. Да, это специальные бактерии, живущие на нефти. И это тоже правильный вопрос. А что они потом? Мы их подсаживаем в природу. Мы когда будем о пластике говорить, тоже коснемся. Это очень интересная вещь. И может, они там какой-то вред нанесут. Пока их подсаживают прямо на нефтяные пятна, и они делают очень хорошую работу. Хотя опасность того, что с ними они могут как-то внедриться в природу и делать там какое-то дело, о котором мы даже вообще и представления не имели, это возможно. Но это тоже наука, Настя. Понимаете, это тоже. Бактерии вездесущие. Абсолютно. И поэтому выработать такой штамм, который бы работал с нефтью, это очень важно, и он работает. И в Мексиканском заливе, кстати, он хорошо работал. И не один штамм. И потом, значит, не знаю, как правильно назвать, может быть, я с английского перевожу как детергенты. Это химия, которая превращает нефть в состояние такое вот неактивное или, с другой стороны, расщепляет ее и превращает в состояние таких органических составляющих, что они не наносят природе никакого ущерба. Или наоборот, приводит к агуляции образования так называемых нефтяных шариков, которые, в общем, абсолютно безвредны для морских обитателей, вообще для экосистемы. Они опускаются на дно и там потихонечку-потихонечку разрушается. Поэтому опять наука. И надо им это знать. И есть районы, в которых нужно и можно и нужно быть предельно осторожным. И вот здесь мы должны с вами коснуться Арктики. И вот от той цифры, характеризующей гигантские запасы углеводородного сырья, конечно, перейти к вопросам охраны. Для Арктики это очень-очень важно. И с самых разных точек зрения. И сами процессы бурения, они должны быть обеспечены геологической наукой предельно прецизионно, чтобы исключить всякие непредвиденные ситуации, которые могут возникать из-за природных факторов, содержащих под землей наука. Конечно, мы должны представлять себе среду, в которую вдруг нефть попадет, если что-то такое произойдет, с точки зрения всех ее компонентов. Во-первых, с точки зрения циркуляции. и куда это зиничные загрязнения, куда они могут пойти. И с точки зрения биоты. Какой вред могут нанести продукты загрязнения биоти. И это очень важно, потому что арктическая биота это вообще нежнейшая компания. Представьте себе, все это живет в основном при отрицательной температуре. И знаете, я образно, я когда думаю об арктической биоте, она мне напоминает очень пожилого человека. Вот молодой человек стукнется об угол стола, потрет место, и через два дня у него синяка не будет. А когда пожилой человек случайно обо что-то стукнется, я иногда вижу таких пожилых людей, у которых, знаете, они ударились, и эти гигантские места ударов, синяки, они вызывают скорбь у меня. Так вот, арктическая экосистема, она похожа на такого пожилого человека. Любое прикосновение, оно может быть очень чревато. И вы можете мне задать вопрос, ну, Михаил Владимирович, ну, чего у нас в Арктике, ну, что нам от Сибирской Арктики, ну, чего нам там в ней? Было в 20-м году показано, в 20-х годах, что там ничего нет, никакого промысла не будет, 5700 километров от Карских ворот до Берингового пролива, промышляют 400 тонн рыбы всего, и то только в эстуарных зонах, ну, ну, чего там? Вот, знаете, во-первых, мы не знаем, что будет в будущем, ну, не знаем, а во-вторых, это опять, это вопрос культуры, если мы занимаемся природопользованием, это природопользование должно быть супервысококультурно, особенно в Арктике, и это функция науки, которая должна диктовать условия для тех компаний, которые этот ресурс берут и зарабатывают хорошие деньги для себя и для страны, вот, и, конечно, огромная беда для Арктики, и это свойство Арктики, это вот ледовое покрытие и возможное попадание нефти в лед, ее неконтролируемый транспорт, изъять ее из льда уже невозможно, никакие средства, о которых я говорил, кстати, эти средства вообще работают очень плохо в холодной воде, нефть, она, вот, она только более толстую пленку даст в холодной воде и будет там жить, а вот в 86-м году была авария нефтяного танкера Эксон-Валдиис на Аляске, 86-й год, я был на месте этой аварии, если мне не изменять по этой 97-м, там еще следы есть, вот вам Арктика, и это не самая такая вот серьезная и жесткая Арктика, это Берингово море, его северо-восточная часть, вот, поэтому тоже вот мы с вами в общем говорим о науке и в части своего вот значения прикладного наука должна обеспечить такую абсолютно ну максимально безущербную эксплуатацию ресурсов во всех мыслимых природных экологических зонах и, конечно, должна обеспечить подходы и средства борьбы с теми неожиданными явлениями, которые вот происходят, вот сейчас в Черном море это случилось, мы никак не застрахованы от этого, это будет всегда, вот, будем использовать ресурс, будут аварии, но мы должны быть к этим авариям готовы, но так же, как, знаете, вот, нужно же понимать, что грипп никуда не денется из человеческой популяции, так же, как, к сожалению, в моих представлениях вот этот вирус, который, COVID-19, он никуда не денется, мы просто должны к нему адаптироваться, мы должны все привиться, мы должны соблюдать самые элементарные нормы безопасности, и мы должны думать, вот каждый человек должен думать о том, что он, есть часть того сообщества, которое должно выработать коллективный иммунитет, без этого ничего не будет, без коллективного иммунитета ничего не будет, вот так же, когда мы с вами говорим об океане, и о том, что человек в океане, каждый человек должен понимать свою ответственность за это дело, и вот, опять возвращаясь к вашему очень интересному и очень главному вопросу, а как жители Москвы, Сибири, Кирова должны ощущать себя и вообще, как они должны думать об океане. Вот так и должны думать. Как привлечь молодежь к тому, чтобы исследовать океан? Вы знаете, Настя, ведь это же не только проблема океана, это же вообще проблема науки. Как людей привлечь в науку? И у меня была очень интересная передача, мы ее записывали на программе «Культура». Кстати, в ней принимал участие Александр Городницкий, такие были разные люди, и наш директор прошлый, Академик Нематуллин Робертон-Контедж, самые разные люди, и декан географического факультета, Добролюбов Сергей. И очень по-разному мы это все дело обсуждали, у нас разные видения, и был поставлен такой вопрос, в частности, вот что делать? И не только с таким положением науки, в общем, далеко не удовлетворительным, и, конечно, с тем, чтобы привлечь молодежь. И самые разные были, вот Робертон-Контедж говорил про то, что давайте мы поднимем зарплату принципиально ученым, это важно, безусловно, это важно, потому что, ну вот, ну, это требует вложений, это вся история науки, начавшаяся, бог знает, до нашей эры, она вся требовала вложений средств, и никуда от этого не денешься. Это надо вкладывать, если хочешь получить обратно, надо вкладывать. Саша Городницкий говорит, вот мы живем без приборов, нас все западные страны обогнали, нужно сделать так, чтобы была феноменальная природная приборная база у нас, тогда мы все сделаем. Ну, и самые разные были предложения. А я, знаете, смотря на это, вот сказал следующее, повторю. Вот, когда было заседание ЦК, вот так сидел Леонид Ильич Брежнев, по правую руку от него сидел министр обороны Устинов, а по левую сидел президент Академии Александров. Вот когда Владимир Владимирович Путин, проводя заседание Госсовета, будет иметь по правую руку министр обороны, что очень важно и правильно, а по левую руку президента Академии наук со всеми вытекающими отсюда последствиями не нужно будет думать ни о приборах, ни о зарплатах, ни о образовании. Все будет так, как было. И я скажу вам, Настя, что вот государственное внимание к науке, государственная постановка задач перед наукой, это основная вещь, без которой современная наука страдает. Вот помимо того, о чем я сказал. Я вот, знаете, вообще считаю, и глядя на молодежь, ну и на тех, кто со мной вместе рос, и вообще на ту среду, в которой я воспитывался, я могу сказать, что инстинкт познания окружающего мира, который в человеке заложен, этот инстинкт не менее сильный, чем инстинкт продления рода. И люди, в которых этот инстинкт особенно развит, он есть у всех, но есть люди, в которых он особенно развит. Вот эти люди приходят в науку и должны в нее приходить. Потому что это, на самом деле, очень просто. Это познание окружающего мира. И те результаты, которые он может приносить, они часто бывают второстепенные и часто проявляются через очень длительное время. Вот, поэтому, значит, я в этих экспедициях, исходя из своего опыта, пробоведовал такую форму вовлечения молодежи в науке. Это вовлечение человека в работу. Я так это образно и назвал. Это написано в стратегии развития нашего института. Значит, через вовлечение в науку. Привлечение молодежи через вовлечение в научные исследования. Человек должен чувствовать себя полноценным участником этих научных исследований со всеми правами и обязанностями. Вот, когда меня мой папа брал в экспедиции, я только задним числом оценил эту мудрость. Вот, ну, я мальчишка, там, представляете, мне было там 10, 11 лет, 12, и он меня брал в экспедиции, но у меня были абсолютно четкие обязанности не только мыть посуду, что само собой разумеется, и готовить, и собирать, ходить по степи, и собирать кизяк овечий для того, чтобы, потому что топлива-то нет, все это я делал, и рыбу наловить для того, чтобы накормить экспедицию. Но у меня были научные обязанности, и я четко знал, зачем я их делаю. Вот, занимались исследованием очагов, природно-очагового заболевания. Вот, у меня был свой маршрут, на маршруте я ловил зверьков, мы приходили, зверьков препарировали, брали у них мазки на исследование вот вирусных всяких компонентов и всего прочего. Вот, и я почувствовал, насколько это важно. И вот так же мне казалось, что и люди, приходящие в науку сейчас, они должны попадать в такую ситуацию. Потому что, если изначально человек выбрал свою жизнь в науке, вот этот инстинкт познания мира в нем должен существовать. Потому что люди, в которых такого инстинкта нет, они другие выбирают, более спокойные, более доходные, значит, этому инстинкту надо дать возможность развиваться. И я вот по тем людям, которые сейчас растут в лаборатории, я вижу, что это правильный путь. Продолжение следует...